Всем привет! С вами снова ДНОВОСТИ! Программа, в которой мы рассмотрим самые кринжовые новости из жизни на болотах. Поехали! А что будет дальше? А что будет дальше? Да мы целую неделю видим, что будет дальше. На России уже давно народ приучили к насилию и оправданию его. И передовиками в такой пропаганде являются верные Кремлю пропагандисты, такие как Ольга Скобеева. Вот что в своей программе она говорит о задержании подозреваемых в совершении теракта в Москве. В итоге спрятавшегося на дереве боевика сумел обнаружить через тепловизор наш снайпер. Слезать преступник отказывался. Чтобы его обезвредить, дерево пришлось вырубить. После задержанного отморозка передали сотрудникам МВД. Но на западе работой наших спецслужб недовольна. Преступник, падая с дерева, мог получить повреждение. Да, вот видите, как залез на дерево и отказывался спуститься. А когда дерево пришлось срубить, то задержанный вместе с деревом упал и нанес себе травмы. Вот такая вот история. Немецкая Бильд полагает, что сам жесткий арест уже является пыткой. О том, что преступник оказал сопротивление при задержании и даже пытался открыть огонь, Бильд не сказал. Ну то есть террористов, видимо, следует пожалеть. И тут, конечно, вопрос в том, что это ведь пока только подозреваемый. Ну то есть вина еще не доказана. Но на России презумпция невиновности работает, видимо, в особом режиме. По-россиянски. Это вам не Норвегия, говорит еще одна пропагандистка. Да, вот еще один случай при задержании одного из подозреваемых. Сотрудник спецслужб РФ, видимо, случайно отрезал подозреваемому ухо. Мы очень надеемся, что этому парню, который не сдержался и отрезал это ухо, ничего за это не будет. И вот всем известная боброедка надеется, что сотруднику за это ничего не будет. И теперь набрасывайтесь на меня всей своей либеротной сварой и говорите все, что хотите. Мне совершенно все равно. Потому что, поверьте мне, подавляющему большинству наших с вами сограждан есть о чем горевать в этой ситуации. Есть о чем думать, о чем сокрушаться и о чем хранить траву в душе, кроме этого отрезанного куска уха. Понимаете? Здесь вам не Норвегия, а хочется вам в Норвегию, езжайте в Норвегию. Это вам не Норвегия, конечно. И никакая другая демократическая страна, в которой существует правосудие и права человека. Это Россия. Не поняли, да? Это Россия. А вот еще один пропагандист потихонечку начинает рассуждать и вкладывать в мозг населению, к какому следующему шагу тирании на Россию им готовится. Ужасающий террористический акт в Красногорске вызвал у всего общества страшнейший ожог. Нет никого, кто сострадает этим отморозком. Понятно, что возмездия хочется прямо сейчас, а в обществе вновь возникла такая тема, как смертная казнь. И пойманных террористов обязательно приговорить к расстрелу. И съедят ведь, ура, путинисты, возврат смертной казни. Если же настаивать, то нужно будет и отказаться от фундаментальной статьи первой нашей Конституции, где говорится, что Россия – это правовое государство. Конечно, в нашей истории, в советские времена, есть случаи, когда Хрущев обратил действие вновь принятой уголовной статьи вспять. Это было знаменитое дело валютных спекулянтов Рокотова, Файбишенко, Яковлева. Сначала их осудили по статье 88 УК РСФСР – нарушение правил о валютных операциях. Но потом Никита Сергеевич решил, что наказание слишком мягкое. По его указанию Верховный суд СССР добавляет в 88-ю статью смертную казнь. И уже на новом процессе троицы выносят вердикт, по которому всех и расстреляли. Наблюдая за правительством РФ, видно, что вот всем они занимаются. Внешней политикой, борьбой с нацизмом, защищают, в общем, всех от всех. Но главное, что все это происходит во время того, как свои же граждане детям в детский сад возят воду лошадью. В этом здании у нас нет ни воды, у нас нет ни канализации, у нас нет медицинского кабинета. Да что вы понимаете, это же предмет гордости. Еще в 1930 году был построен сад. И вот видите, до сих пор функционирует без каких-либо изменений. Мы все берем, красим, мы готовимся к учебному году. Но когда мы выходим в сентябре, у нас снова все вот так же, потому что все течет, и все это рушится. Ничего, 90 с лишним лет простоял и еще простоит. Главное, духом сильными быть. Все сыпется, морозы у нас тут холодно, со всех щелей дует, полы уже, наверное, скоро провалятся, дети у нас часто болеют. Зимой морозы у нас дети дома. И не забывать в садах проводить военно-пропагандистские мероприятия. А потом уж, как всех защитим, как порядки-то везде наведем, сделаем ремонт. Может быть. В общем, пока Russian Federation занимается искоренением в кавычках нацизма в соседних странах, вот что разгоняется в новостной повестке РФИ. Или поздно у нас население-то заменится, ведь мы же прекрасно понимаем, что на страну с ядерной державой никто не нападет, нас развалят изнутри. Вот в чем вся большая проблема. Вы поедете ко мне на Доны, сходите вечером на дискотеку в любой сельских клуб, там русских мальчиков нет, их бьют. Они туда не ходят, туда ходят русские девочки и не совсем русские мальчики. Если вам в Москве это непонятно, то очень глупо. Вот оно, настоящее лицо государства-тирана. Есть русские мальчики, а есть не совсем русские. Всему миру уже известно, что с приходом РФИ куда бы то ни было, жизнь в кавычках улучшается. Ну, во-первых, вот такие вот звезды теперь в оккупированном Донецке. Вот такие вот блогеры, лидеры общественных мыслей. И вот вдруг чего-то непонятно, почему же брендов-то не стало? Не будем говорить, да, какие магазины были в Донецке, но потом они в 2014 году в связи с событиями, они все уехали. Поэтому сначала обратим внимание, что у тебя на морде на твоей, в каком состоянии твоя кожа и так далее и тому подобное. А потом уже рассуждаю обо мне. Словацкий композитор Ян Мазак, или как он сам себя называет, Жан Де Мазак, композитор и философ, имел весьма успешную карьеру и некоторое время был главным дирижером оперного театра города Кошицы. Но он был большим поклонником русского мира. И после начала полномасштабного вторжения в Украину, он поддержал Россию и вывесил флаг РФИ на своей страничке в соцсетях. А дальше больше. Ян прибыл в Эстонию и переплыл в гидрокостюме на надувном кругу речку Нарва. Но, очутившись на России, встретили его немного не так, как он представлял. Яна два месяца держали в СИЗО и пытали. После вмешательства словацких властей Яна депортировали в Словакию. И вот его слезливое обращение. И он грустно шепчет, я любил тебя, Россия, а ты, ты мне все взял. В Россию я прибыл, надеявшись свободу и культуру там найти. Но она с темной, грязной тюрьмой приветствовала меня. Как друг, любовник к подруге я пришел. Но она ко мне хуже, чем к зверю относилась. Свои произведения я ее принес. Но она взяла мне в силу, мою свободу, мои надежды, идеали и даже человечество. Ах, Россия, Россия, что ты мне сделала? Наверное, лучше бы было, если бы я в той реке утонул. То я не был бы должен проклинать землю, которую я так искренне любил. Яркий пример того, что происходит, когда испытываешь теплые чувства к террористическому государству. Конечно же, вводит еще в больший ступор, когда пропаганда работает и, казалось бы, на образованных людей. Вот еще один деятель искусства, режиссер Эмир Кустурица, на встрече с предводителем РФИ искренне рассказывает о бандеровцах, которые и до Хорватии добрались. Сейчас на Украине происходит эта борьба для нас. Мы, которые видели, что случилось с этими бандеровцами в Хорватии, когда они выгнали 230 тысяч сербских. И я думаю, что эта аналогия очень важна для всех. Вскоре ожидаем от режиссера новые шедевры кинематографа. Такие как бандеровцы организовали истребление динозавров, в Киеве найден план по организации COVID-19, и были найдены визитки бандеровцев в башнях-близнецах в США. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. Надеюсь, мы все сделаем правильные выводы после просмотра этого абсурда. Не поддавайтесь пропаганде, как бы она правдоподобно не звучала. Берегите себя. Слава Украине! Живе Беларусь! Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки на Украину. В этих целях командование Французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонной тактической группы численностью порядка 1500 человек. Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на Украинский театр военных действий. Продолжение следует...